Комбо Дума джаза на сцене филармонии представили новый коллектив. Его создали при поддержке областного министерства региональной политики и фонда президентских грантов. Шесть музыкантов несколько месяцев занимались с опытными джазменами. Результаты работы сначала представили на круглой сцене зала имени Каца. Алексей Кудинов побывал на концерте. Сложно сказать, кто больше волнуется – молодые музыканты или их опытные наставники. Наталья Соболева, Евгений Голованов и пианист Евгений Серебренников около полугода работали со студентами. Создавали из тех, кто прошел отбор, так называемый джаз-комбо – мобильный по составу ансамбль. В него вошли четверо инструменталистов и две вокалистки. Они на ходу прямо превращались в артистов. То есть даже наши художественные и музыкальные руководители говорили – вот это да, вот это преображение. То есть они выходили на сцену, они уже прямо… То есть нет ничего лучше же концертной практики. Одно дело – они учатся, взрослеют, набираются опыты, а другое дело – концертная практика. Их же самих никто никуда не приглашает. Вот учатся и в коридорах играют там. А здесь на сценах и домах культуры. Собрать коллектив из молодых музыкантов и дать им возможность выступать. Главная задача проекта – несколько месяцев ушло на притирку участников джаз-комбо друг к другу и на создание полноценной концертной программы. После этого музыканты отправились на гастроли по районам области. Выступали для разной публики и для селян, и для солдат-срочников. Когда мы ездили разными коллективами и приходило туда очень много военных товарищей, которые служили в срочную службу, для них это была прекрасная возможность поспать. Потому что как в теплом зале сидишь, тебе играют, и 95% спали. А здесь я смотрел дети, а так они хорошо реагировали на это, они их поддерживали. Концерт филармонии – главный экзамен. Прозвучали известные композиции и джазовые стандарты. Среди зрителей были и ценители, и дети, и люди случайные. Молодой коллектив проверку выдержал достойно. Работа джаз-комбо станет важной строчкой в резюме музыкантов. Проект этот я пришел с бэкграундом в виде пока что еще не законченной музыкальной школы. Это классическое направление. Сейчас я заканчиваю пятый класс музыкальной школы и в следующем году планирую поступать в Академию джаза. Это учебное заведение в Москве, которым сейчас управляет Игорь Бухман, очень известный российский джазовый музыкант. Там я планирую поступать к преподавателю и связываться в жизни с джазовой карьерой. Алексей Кудинов, Евгений Агеев. Новости ОТС.